Добрый день, меня зовут Клинкова Анна, и я сегодня расскажу о геоаналитике. Все мы за это рассказать не успеем, поэтому мы решили сделать геоаналитику в нескольких частей. То есть сегодня не будет рассказа о установке геоаналитика сервера, например, геоаналитического сервера, решений некоторых проблем, возникающих с ним, то есть каких-то таких сложных гео-коннекторов нашим. То есть мы посмотрим обзор на пару примеров, как он, собственно, работает, как создает скрипт. То есть в основном это вводная часть, что это такое, что у нас новый, для тех, кто уже знает, что это такое, и некоторые сравнения возможностей наших продуктов как раз в разрезе картографии. Ну и демо готово в примерах, и сделаем небольшой пример с вами, и хотя бы его посмотрим, если успеем поподробнее. Что же такое у нас QGA, да, Клик Геоаналитик? Это мощный инструмент визуализации карт, но не только он отвечает за визуализацию, потому что просто визуализация у нас, в принципе, есть и так, но также этот инструмент отвечает за геоаналитические операции над координатами, точками, либо какими-то вашими полигонами, областями. Он работает как с ClickSense, так и с ClickView. И теперь, купив один раз продукт, вам не нужно его, собственно, покупать отдельно для ClickView или ClickSense. Собственно, он работает и с тем, и с тем, в смысле, одна и та же лицензия. То есть вы получаете, по-моему, интерактивных карт многослойных, высокую производительность, то есть наши патентованные методики сжатия и передачи данных для работы с большим объемом координат и прочей информации и геоинформации. Сможете представить, визуализировать, собственно, ваши данные на карте, какие-то открытия для себя получить и помочь себе в решении вопросов или задать новый вопрос. Так, сейчас я не раскрою слайд-шоу. То есть в стандартных ClickSense картах у нас сейчас есть один слой карты. По умолчанию карта-подложка у нас в ClickSense это OpenStreetMap, но вы можете подключаться к другим сервисам. И что-то одно мы один слой можем отобразить в ClickSense. Это точки, кружочки там разного цвета и размера в зависимости от ваших мер, либо какие-то полигоны раскрасить там по регионам, например. И опять-таки на цвет повлиять формулы. Что нам дает ClickGeo-аналитиков с точки зрения карт? То есть мы можем одновременно делать много слоев и применять к ним и точки, отображать разного, и пузырьки, и области закрашивать по разным мерам. Линии влияют там на их толщину, цвет, направление. Тепловые карты туда же можно в одну же карту положить много-много разных видов отображения геоданных. Диаграммы круговые, столбчатые. Рисунки какие-то, не знаю, к каждому стране флаг свой отобразить. Какие-то, ну тоже разные форматы картинок поддерживается. Есть drill down, то есть мы можем провалиться, не знаю, от регионов к городам или каким-то под регионам. При этом используем разные типы слоев на каждом уровне. Конечно же, мы можем подключаться к различным типам геоданных. То есть это не просто, не знаю, базовый OpenStripMap, который можем по умолчанию подтянуть с нашего, скажем, облачного сервиса. Здесь могут быть совершенно разнообразные веб-сервисы. Также карты, которые у вас есть в базах данных. Тут же Argus можете подключиться. Да, я могу сейчас раскрыть форматы сразу, чтобы видеть. Так, это куда-нибудь задвинуть. То есть множество данных, лежащих в файле, какие форматы у нас есть. GeoJSON, GML, Esri Shape файлы, Esri JSON и AutoCAD, чаще всего как раз применяемые в формате DXF для отображения каких-то карт, например, планов этажей, планов работы, то есть что-то такое, созданное руками. Ну, все это у нас есть в холпе. Какие форматы, что требуется, если у вас есть какие-то текстовые файлы, какой формат данных и так далее. Где вообще у нас есть какая информация по нашему геоаналитике. Всегда у вас есть доступ к клик-комьюнити. Здесь есть отдельная группа клик-геоаналитикс. В том числе ведется и видео. В ссылке есть на видео обучение. И текущие насущные вопросы сразу практически отвечаются нашими специалистами. Вот, например, падок по геоаналитике. Есть, собственно, сайт, который клик-геоаналитикс, он, правда, называется пока еще BI-DAVIO.com Products. Здесь, собственно, как раз для клик-сенс, для клик-гьюнити и гео-кодинг, который у нас, собственно, вот только-только запустился, наконец. Ну, давайте клик-сенс нажмем. Здесь у нас есть описание. Конечно, все на английском. Все наши. Все, что умеет клик-геоаналитик вкратце. И очень полезная вкладка гайды и примеры. То есть можно скачать файлики. Например, здесь мы в клик-сенте, значит, QVF файлики будут готовы. Посмотрите. Часть приложений есть на нашем клик-ком сайте, демо-кликком. Но там оттуда вы не скачать не можете приложить. Вы просто можете их изучить. Здесь же вы можете их скачать себе. Есть гайды пошаговые, как делать ту или иную операцию с помощью коннектора. Пока не все, но тоже есть документы. Что там у нас еще было? Ну и документацию обязательно смотрите тоже. То есть есть и примеры, и инструкции по инсталляции. Все, что нужно для начала работы с продуктом. Вот у меня документация как раз, парочка открыта. Да, и кстати, вот как раз тут у нас есть информация по геокодингу. То есть он только-только вышел, в прайсе он еще не появился. Для партнеров он будет анонсирован на коннекшнс, цены и так далее. Но в принципе здесь уже выложено описание и презентация по геокодингу, что у него будет входить в первом релизе. Потому что в дальнейшем планируется расширение. То есть сейчас, естественно, это геокодинг. Это будет подписка годовая, то есть облачная услуга. Аддон, так называемый, то есть только тем, у кого уже есть литензия на геоаналитику. То есть вы посылаете запрос, там, не знаю, адрес, и вам возвращаются координаты. Широта дата, например. Либо наоборот, у вас есть точка, вы хотите знать, что это, собственно, за точка такая. Можете получить в ответ как раз адрес нормальными текстами. То есть это будет платно. Там будет ограничение на количество запросов. Поставщиком является Эзери. То есть сейчас именно с ним договорились, наконец. То есть с другими пока поставщиками там еще в стадии согласований. Будет, по-моему, два пакета, но все это будет на коннекшнс, по-моему, там до миллиона запросов в год и 10 тысяч, по-моему, пакет. Так, гео-кодинг. Здесь как раз полезная презентация, которая как раз выложена по рекомендациям. Как его использовать, чтобы уж получили, если, не знаю, по адресам координаты сохранить их в виде и больше не обращаться еще раз по ним же. Потому что как бы счетчик идет. То есть только новые данные запрашивать на серверах. О чем я хотела сказать еще, что как раз у нас в разработке, ну не в первом релизе, но где-то дальше будет не облачный запрос, но, возможно, и еще установка on-premise. То есть на вашем же сервере гео-кодинг, то есть там Эзери какой-то гео-кодер, в принципе, возможно. К установке, то есть для тех, кто поставил себе интерпросервер, для которых важна конфиденциальность информации. Кто не хочет, собственно, даже говорить, какие данные он, собственно, какие карты грузит и какие точки смотрит. Например, если у вас есть название адресов пациентов, вы хотите подтянуть их координаты, то есть это как бы информацию желательно не выдавать наружу, какие-то еще более секретные данные. То есть в дальнейшем у нас, в принципе, идет разработка вот этой вот возможности гео-кодинга локального без выхода в интернет также. Так, вернемся. Так, ну и как у партнеров, у вас есть собственный партнерский портал, и там тоже есть полезные документы. Рекомендую посмотреть на свежие версии, потому что сейчас вышел апрельский релиз геоаналитики, то есть предыдущий был февральский, практически через месяц уже новая версия. Так, что-то я еще сейчас хотела, прежде чем мы пойдем в геоаналитику. То есть помимо того, что мы можем замечательно визуализировать наши данные, если у нас имеются какие-то точки или регионы, какие-то полигоны, мы с вами можем, собственно, над имеющимися данными произвести различные операции и получить гораздо больше свободы при работе с этими данными. Например, у вас есть просто очень-очень-очень много точек, соответственно, их все отобразить на карте будет не очень красиво. Во-первых, там, не знаю, работать уже будет медленно, если это будут, там, не знаю, десятки тысяч или сотни. Во-вторых, это просто не то, что некрасиво. То есть пользователю сложно понимать, что там где. То есть в данном случае рекомендуется применять к авторизации, либо биннинг чаще всего применяется, две этих операции, агрегирование. То есть предлагается создать несколько уровней дрилдаун проваливания, например, то есть какой-то более крупный, скажем так, разрез посмотреть, кластеризации, там, не знаю, сотни километров, потом проваливаться в какие-то более мелкие районы и дальше уже до ваших точек, собственно, заинтересовавших пользователей, до конкретных точек. Это у нас как раз операции агрегирования будут. Также есть операции геометрические, когда ищется что-то, там, пересечение или объединение территорий. И полезная операция ВИЗИН, рекомендую тоже потом изучить. То есть если у вас есть набор территорий каких-то площадей, полигонов, и есть отдельный набор точек, то вы можете с помощью этой операции найти соответствие, какая точка в какую область входит. И дальше уже, собственно, они будут между собой связаны в ваших отборах и так далее. Операции с маршрутами. Ну, понятно, что само построение маршрутов, собственно, вот это вот вычисление расстояния, кратчайшее, собственно, называется оно полет птицы по прямой. По дорогам, что у нас там еще, по-моему, там, пешеходные, автомобильные дороги. По умолчанию у нас нет отслеживания трафика, но, в принципе, это возможно подключать каких-то третьих фирм, если у вас есть информация, ну, подключать информацию о пробках для вычисления реального времени, затраченные на маршрут. Клоузест у нас тоже полезная вещь, когда у вас есть два набора точек, например, вы можете найти, указав, не знаю, максимальное расстояние интересующее вас, например, найти для каждой поликлиники ближайшие аптеки, в которые там пойдет пациент после выписки ему рецепта. Функции поиска, так называемый, лукап, то есть поиск по названию, по адресу, по названию места, поиск координат, и, наоборот, по координатам поиск или по IP-адресу у нас также есть поиск названия, уже как раз поиск адреса. Геокодирование платное как раз, оно до точки, как сказать, точность идет до уровня, до адреса. В базовое геокодирование бесплатное входит где-то 6 миллионов точек, из них 4 миллиона городов по всей линии, в основном крупных, конечно. Аэропорты и, в общем, такие точки интереса, скажем так. По геокодированию можно, конечно, сейчас я ублю на быстренько, у меня тут открыто, то, что входит в стандартное покрытие, бесплатное. По некоторым странам, это, конечно, Америка и части Европы. Есть более подробные информации, например, по каждому индексу, не только точки, но и регионы, в смысле области. Первый уровень административный есть для 206 стран, второй уровень только для 10 стран пока что. Но, в принципе, эту информацию можно загрузить из открытых источников, просто использовать ее как источник для нашей геоаналитики. Так, вернемся к нашему плану. Что нового у нас? Сейчас я еще открою сравнение. В апрельском релизе Кликсенса у нас идет добавление обращения, скажем так, карт. Появляются многослойные карты, multiple layers для Кликсенс и Кликсенс Клауд, то есть и облачного, и обычного решения, и интерпрайса, в общем, идет добавление поддержки множества слоев на обычной карте. То есть, немножко функционала от геоаналитики берется для Кликсенса базового. Но это только, собственно, в визуализации. То есть, сам геоконнектор, который есть в геоаналитике, он там, собственно, и останется. За него придется платить. Что нам дает геоконнектор? Это как раз наши геоаналитические операции. Сейчас я вниз прокручу. Вот аналитические операции внизу в самом. Это, собственно, геоаналитики. Изменения по геоаналитике у нас тоже есть. То есть, раньше у нас было больше отдельных продуктов. Надо было разбираться, что куда входит. Теперь всего два основных продукта. Базовая геоаналитика, Base и Interpress Server. Основные отличия базовой геоаналитики – это, собственно, облачные решения. То есть, все расчеты. Ну, не все расчеты. Все карты, они у нас находятся онлайн на нашем облаке maps.clickcloud.com. Вы можете ввести часть, ну, большую часть операции локально на вашем компьютере, но операции по поиску лукап и по операции, входящие в группу маршрутов, они будут выполняться удаленно. Поэтому идет ограничение на количество строк в одном запросе, который полетит, собственно, в наш облако. По маршрутам и поиску ближайших – это всего 400 строк, но там, потому что это большие поиски, переборы. По лукапам – 50 тысяч строк. Но, как всегда, вы можете, в принципе, разбить ваш большой запрос на несколько и потом уже, собственно, результаты объединить. Естественно, если вы поставили себе enterprise-сервер, то все расчеты уже будут выполнятся на вашем сервере и ограничены вы будете только, собственно, оперативной памятью у вашего сервера. Также к enterprise-серверу прилагаются карты локальные, то есть, которые вы разворачиваете у себя и не зависите, собственно, ни от выхода в интернет, ни от каких-то там наших карт. Если вы хотите, чтобы ваш сервер, у вас был запасной сервер, как сказать, по-английски у меня прочитает, в холодном резерве, да, то есть он два сервера не одновременно работы, один работает, второй на холодном старте, то вам не нужна отдельная лицензия, вы можете, собственно, ту же лицензию на запасной сервер поставить. Что тут, в принципе, планируется такой небольшой roadmap, вы видите, то есть в апреле у нас пока не все слои будут доступны в кликсенсе, в самом базовом без геоаналитики, да, без покупки геоаналитики, но к лету, к июню будет, собственно, увеличен уровень слоев практически, ну, не на все, но на большую часть, собственно, те наши экстеншены, да, отвечающие за каждый слой. Все уже будут поддерживать цену. Так. Собственно, вот мы посмотрели, что, куда входит, какие продукты, какие у нас возможности есть, если есть вопросы, пишите, в принципе, так как мы планируем несколько частей наших по геоаналитике, то, собственно, в следующий я планирую ответы на вопросы из этой части и, как бы, более подробное погружение в само же применение геоаналитики. Давайте немножко примеров посмотрим, почему, собственно, важна визуализация на карте ваших данных, даже, собственно, если у вас нет координат, но есть какие-то офисы, то есть вы можете подгрузить эти данные, или есть, вот, например, пример с магазинами, он выложен в открытый доступ, вы можете его себе скачать. То есть если у вас какая-то ритейл-сеть магазинов, вы можете посмотреть, насколько они друг другу поедают, каннибализируют территорию, да, построив области, покрывающие 5 минут езды, да, на машине, 10 и 15 от каждой области, чем светлее, тем дольше ехать, да, и посмотреть, собственно, жители там, в какой территории, скорее всего, куда поедут, да, и с помощью, собственно, геоаналитики попробовать найти место для нового магазина, там, учитывая уже местоположение имеющихся, учитывая, например, сколько жителей проживает в каждом районе по почтовому индексу, и учитывая там точки, если вы знаете, где там расположены основные ваши конкуренты. Это пример как раз вот направлен на такой вот поиск. Сейчас я не буду подробно очень останавливаться. Если будет интересно, в следующий раз могу пройтись прямо по шагам, как его лучше показывать. Здесь как раз уже мы дошли до примера, то есть клик сам предлагает, точнее геоаналитика у нас здесь предлагает точку наиболее жирную, да, где больше всего у нас, собственно, покрывается жителей по, ну, то есть есть территории по почтовым индексам и известно их население. И если мы, например, знаем, что там часть этих регионов нам, собственно, неинтересна, потому что вот здесь вот основался большой-большой конкурент, мы можем их там исключить из поиска. Там, сделав, выбрать, например, так, выбрать. Исключенные, альтернативные, но неважно. То есть если мы выберем достаточно значимые какие-то исключения, точка сдвинется и покажет нам другую, наиболее выгодную точку для установки нашего магазина, собственно. Давайте еще раз сейчас попробуем, включив тут самые жирные региончики. Вот, то есть серм уже у меня не зеленым обозначен этот кластер, зеленым вот он, то есть точка с максимальным количеством населения охватываемого. Вот, то есть здесь применяется и кластеризация, и клоузест операции ближайшие. Так, если мы посмотрим, где там наша точка новая. По-моему, вот эта серенькая. То есть можно посмотреть, насколько, собственно, перекрывается время поездки до магазина с остальными магазинами. Ну, 15-минутной тут ищется область с 15-минутной ездой. И дальше можно исследовать количество, собственно, жителей, потенциально, сколько мы можем с ними здесь работать. Ну, такой небольшой вот ИФ. Можно дальше изучить предложенный регион. Еще один пример, тоже очень вкратце покажу. Это пример, сделанный по аэропорту Рима. Сколько там пассажиров у нас прибывает, какие-то у нас важные для нас KPI, собственно, сколько мы денег с них зарабатываем на наших магазинах, duty-free и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Аня, не слышно. Так, а так, слышно? Раз, два, три. Проверь сейчас, у меня что-то сейчас мигало тут. Сейчас слышно? Да, сейчас слышно. Сначала попробуй, сейчас. Слышно, спасибо. Все, вижу комментарий. Так, видимо, нечаянно нажался mute. Так, сначала этого положения показать. Так, то есть все посетители аэропорта у нас, если что-то покупают duty-free, они предъявляют билет. Соответственно, на кассе уже знают, кто и из какого рейса конкретно, и куда летит, и что купил. То есть здесь это используется в первую очередь в анализе. Во вторую очередь применяется информация, если пользователь подключился к Wi-Fi или к какому-то типу интернета в аэропорту, и, собственно, отреживается уже, как он там ходит, благодаря той же треангуляции между, не знаю, вышками, точками. И, собственно, сколько он времени проводит в каждом зале, в каждом месте даже. Как он ходит между магазинами, по какому пути и так далее. Давайте как раз сейчас посмотрим, например, по тому же Гонконгу. То есть мы посмотрели, какие группы товаров там их интересуют, именно Гонконг. Можем посмотреть, как они, собственно, плотность их в этом duty free. Ну да, здесь можно посмотреть динамику, как она меняется. Можно что-то выбрать. Конкретный зал. Давайте дальше. Это как раз у нас был биннинг, то есть разбиение на маленькие либо квадратики, либо шестиугольники. Вот здесь как раз мы видим, чем больше шарик, тем больше, собственно, здесь задерживалось народу. И, собственно, как они перемещались между этими наиболее популярными точками кластер. То есть где больше народу можно поставить конкретные какие-то рекламные щиты или более дорогое место для рекламы сделать. А зная, какие, собственно, где вылетают какие-то рейсы, можно, собственно, распределить, расположить какие-то конкретные товары прямо перед их лицом. Так, здесь, собственно, продолжение этой темы. Уже каждого, то есть как ходил каждый пользователь подключился к интернету. То есть можно просидеть, пусть каждый вот такой вот сечки. Так, ну, обычно мы не будем смотреть. Здесь пример хитмэпа. А немного только добавить, что там кто где ходил, использовалось для вычисления сотрудников внутренних, потому что если у нас одния IP-адресом постоянно много коннекшенов, да, там, несколько в день, да, то понятно, что это не один пассажир, это один и тот же сотрудник. Да, ну, там, как бы, при показе этого приложения обычно вначале как раз и говорит, что давайте отсечем тех, кто постоянно там здесь 12-24 часа в сутки включен на IP-шники, там, ну, в общем, там фильтры, это как раз в кликсенте легко отбирается все вот это вот на уносное, скажем так, необычных пассажиров. Там уборщики какие-нибудь, просто какие-то стандартные компьютеры, кафе и так далее. Так, ну, здесь тоже можно посмотреть, например, анимацию, то есть это как раз наша геоаналитика по часам. Сейчас главное, чтобы мне вебинар не отвалился в этом, потому что фильтрами я почти ничего не откидывала. Ну, собственно, это уже чистая зона, где как проходят люди, где толкятся, когда больше людей. в аэропорту. Так, ну, собственно, все, наверное, не будем одно и то же рассматривать. Так, ну, здесь примерно такой же пример. Post Security. Компьютер шебуршится. Компьютер перегрузила бедного. Здесь просто большой подробностью должно было быть представление. Мы фильтров практически не накладывали, поэтому в том, что подожрал, видимо, всю память. Оставшуюся у меня. У меня было много приложений, открыто заранее для вас. Подождем. Да, пока грузится все это, можно посмотреть установку самого геосервера мы не будем сегодня делать и смотреть даже. Можем просто посмотреть установку просто базовой геоаналитики. То есть есть у нас она для десктопа отдельно, есть для сервера. Имя имеется в виду ClickSend сервера и ClickSend десктопа. Ну, и то же самое для ClickView. То есть для десктопа здесь прописываются пути, здесь стандартные для десктопа они вообще не меняются. просто оставляем базовые подключения к нашим облачным как раз картам. И, собственно, все, дальше устанавливаем. Тут больше у нас только лицензию потом строим, спросят инвизиты. Для сервера чуть-чуть сложнее, в смысле, на один шаг. Такая папочка с дистрибутивами, если ее распаковать, у нас будет опять-таки программы для установки, где мы должны будем ввести лицензию потом. Но помимо этого у нас есть набор гипчиков. Это как раз наши экстеншены, которые здесь придется ручками импортировать. То есть зайти в QMC, ClickManagementConsole сервера и там в разделе Extensions импортировать все вот эти собственно экстеншены. расширения для каждого типа слоя отдельно. Так, у меня в принципе было открыто где-то. Сейчас можно открыть, есть Installation Guide. То есть сначала мы импортируем наши экстеншены на сервер, а потом запускаем установку. главное при установке обратить внимание на путь к этим экстеншенам. Потому что если у вас старый ClickSense, там 3.2, например, а ClickSense более старый, геоаналитика не поддерживается, там у вас может быть какой-то конкретный путь, жестко прописанный. А если у вас более свежий ClickSense стоит и применен расширенный папка общая для ресурсов, то вы должны собственно проверить, что путь уже указан на эту расширенную папку к расширениям. Где-то там написано у нас, можно тут прочитать. Вот. То есть для старого ClickSense нужно указать будет ямным образом путь руками. Но всегда проверяйте, что путь правильный. Для обновления геоаналитики рекомендуется удалить все экстеншены, которые геоаналитически установлены ранее, установить уже заново. Возможно, после установки у вас появится ошибка в ваших визуализациях Invalid и Visualization. Чаще всего это происходит из-за проблем с кэшем. И, собственно, здесь написано как в разных браузерах очистить кэшем, если вам нужна помощь. Так, ладно, давайте вернемся к нашему сенсу. Просто хотела показать пример, его на прошлом Connection представляли с геоаналитикой. Известный исторический пример, когда был сделан прорыв эпидемологии, милогии, что-то совсем же. Вспышка холеры в Лондоне 1884 году была в районе Сохо. И вот один врач Джон Сноу как раз раньше верил, что это типа миазмы, грязный, больной воздух. То есть холера и все вообще по воздуху пидается. Он как раз на карте обозначил все адреса, где были зарегистрированы смерти и вот здесь есть точки забора воды, водозаборной колонки. И собственно как раз он доказал, что проблема именно в воде, а не в воздухе или как-то еще. То есть входящие данные для данного приложения это координаты адресов смерти и координаты отдельно этих колонок с водой. То есть здесь практически повторяется, что сделано у Джон Сноу, то есть точки и количество собственно смерти и синеньким отображены водозаборные точки. Уже сейчас видно, что вокруг Бродвик стрит как раз больше всего расположена черных точек. Но с помощью как раз геоаналитики можно это выбросить гораздо более явным образом, например, градиентом между черным и красным по количеству смертей. То есть этот наш синеньким выделенный колодец, не знаю, колонка с водой, и она как раз практически в эпицентре красного цвета. можно сделать анализ по расстоянию и кластеризации кластеры по сейчас скажу ближайшей, да, смерти ближайшей к каждому из колодцев. Тут уже видно количество явное. Примерно такой же вариант, только уже по ближайшему, по-моему, по расстоянию пешком идти, сколько времени. И еще вариант по изохронам. Это карты, показывающие одинаковое расстояние, площадь, показывающие одинаковое время затрачиваем на достижение какой-то точки. В данном случае здесь справа карта из Лондона за сколько можно заехать, до 20 дней, за 40 дней, как весь мир можно обойти. и здесь как раз построены изохроны 5-минутной ходьбы от каждого источника воды. То есть мы получаем как раз что 5-минутной ходьбе голубой вот этот наш от нашего источника центрального самый проблемный он собственно виден. То есть больше всего точек туда и попадает. То есть количество собственно графики выведено количество смертей конкретно скажем так улицы по классам видимо назвали. Собственно к чему я? это просто у нас геовизуализация да а вот эти последние там несколько графиков это была как раз геоаналитика. То есть к пучкам были достроены разнообразные еще геоданные кластера расстояния какие-то ближайший поиск. То есть дополнительные таблицы подгружались сначала вычислялись каким-то алгоритмом а потом подгружались на компьютер территории и площади совершенно по разным аналитикам операциям аналитическим. Так какой еще пример показать? Ну собственно давайте перейдем к нашему примеру. покажу покажу сначала что у нас там загружено смысл был загрузить какие-то точки по крайней мере эти точки в России у нас конкретные адреса и по ним есть заявки у новой компании управляющие каким-то проблемам. Как эти заявки собственно закрываются? То есть у нас уже загружены координаты широта, долгота и вот сейчас мы видим вот такой вроде какой-то страшный что-то но это все делает автоматический геоконнектор для построения например кластеров сейчас я покажу как это все выглядит на обычной карте нашей кликовской куча куча точек где-то они сливаются там потому что их очень много на одном месте соседние дома и как могут выглядеть кластер кластер собственно можно проваливаться например из области там мы можем проваливаться в улицу из улицы конкретный подъезд то есть опять-таки смотрите на данном примере я использую кластеризацию это геоаналитики которая создана но карты у меня здесь внизу уже обычная клик клик кенсовская то есть не обязательно уже использовать карты геоаналитики можно и на той же обычной карте привычной вам показать ну размеры шарика мы опять-таки можем влиять разными количество заявок например на цвет процент просроченных заявок тут совершенно зависит от вашей фантазии как мы собственно сделали кластеризацию то есть над точками еще построили несколько как мы уровней это делается создает создаем новое подключение просто уже открою имеющиеся любое оно все равно все равно какой нам то есть кластер если мы выбираем здесь пока что у кластера только один параметр это расстояние в метрах в принципе планируется конечно расширение узнания алгоритмов потому что часто просят взвешенные кластеры параметры некоторые там до 6-7 параметров хотят но это как бы немножко разные задачи и делать это частично можно с помощью наших серверов сервер сайт экстеншн там не знаю с помощью питона или языка ар а потом уже визуализировать ну в общем пока у нас только кластеризация по расстоянию например написать сколько 10 тысяч метров дальше мы должны указать собственно из каких откуда пойдут точки для наших кластеров браться координаты то есть это может быть какие-то ваши файлы текстовые стандартные точки имеется ввиду то что уже есть в голове у геоаналитического нашего вот инструмента то есть какие-то базовые аэропорты и так далее то есть не по всем странам все есть скажем так вот эти подробности ну проще всего использовать конечно load load тейбл тейбл то есть вы сначала ее загрузили там выжить лод либо там привычными операциями файлов кмл сгрузили свой или там какие-то координаты неважно потом уже строите кластер либо обращайтесь напрямую указывайте какой вам нужен файл чаще всего я делаю load тейбл указываю имя таблицы с точностью до буквы как она в модели у нас называется на данный момент она уже должна быть загружена до этого кусочка скрипта а уже ключевое поле какой-нибудь айдишник и собственно нашей геометрии сначала мы лучше укажем тип геометрии что это будет точка широта долгода или это будет полигон если мы указываем широту долготу то мы здесь должны указать айдей поле который у нас собственно нашей уже загруженной таблицы есть и через запятую указывать например где-то в нашем поле у меня было стромэп запятая латидют запятая лонджитют в моей поле только с маленькой буквы они называются я могла сказать point тогда бы указала что location есть точка гео точка тут собственно все здесь иногда но не иногда вот как раз у меня февральский релиз вот этот вот reference system авто не проходил то есть биннинг не получался если указывать авто приходилось указывать конкретный тип карт чтобы он заработал на комьюнити сразу влет за одну минуту нашлось собственно и вставил все заработал в апрельском релизе уже все это починили уже работает и без указания его так ну собственно да мы там будем размер нашего кластера там несколько метров например тысячи метров у меня было введено и из какой таблички и какие собственно поля все остальное мы ничего не трогаем говорим загрузить как есть кластеры после загрузки у нас создадутся и второй вариант биннинг вот тут у меня есть второй вариант к самому низу когда мы хотим разбить все это на квадратики и всю карту либо на ну в смысле угольники квадратики неважно или шестиугольники сейчас как функция агрегации чтобы вместо множества точек показать множество прямоугольничков так ну опять-таки тут все равно что нам делать мы если выпираем операцию биннинг выбираем тип форму наших вот этих вот корзиночек да прямоугольник или шестиугольник здесь главное указать вот звездочка собственно это обязательный наш параметр размер этого из фигуры в данном случае прямоугольника то есть размер указывается в градусах то есть один градус это примерно 100 километров ну соответственно мы можем там указать десятые доли либо один градус в зависимости от ваших желаний создать размер этих фигур ну соотношение ширины к высоте и дальше опять ну имя неважно это так будет называться внутренние таблицы созданные геоконнектором дальше мы опять указываем собственно источник для наших операций чаще всего как я сказала уже указываем загруженную таблицу если у нас она есть имя таблицы опять-таки айдишник и тип если это какие-то у вас регионы то мы должны указать айдей и поле в котором лежит наши собственно точки границ регионов ну и указать что это полигон например дальше опять-таки все оставляем если это не февральская версия и создаем собственно вот такой кусочек после этого создается автоматически скрипта сейчас я гляну быстренько где-то у меня тут вот я референсистом я указывал явным образом 4326 стандартная с которым работает геоаналитика по умолчанию скажем так биннинги вот надо было указывать явным образом но с апреля починили вот я могу загрузить сейчас показать что собственно у нас просто были там сколько-то тысяч записей строк в смысле адресов сейчас вот они начнут шуршать и выполняют операции кластеризации и биннинга ну вот еще хотела рассказать про операцию визуин просто хотя бы на словах пока грузится пару минут будет нагрузиться визуин когда у нас например есть регионы или какие-то территории и есть точки наши адреса которые мы хотим поставить входит она регионы не входит то мы как раз должны указать два набора то есть первый набор это точке второй набор нашей регионы там у нас первое идет по-моему там сейчас посмотрим какие-то параметры по-моему собственно самые главные параметры также я могу выложить у меня есть на английском правда полезный такой вот справочник настройки геоналитических основных операций то есть если вас интересует что-то первый раз конкретно настроить вы хотите например closest и вообще смотрите и не понимаете что с этим коннектором делать что туда заполнять здесь как раз такая презентация пошаговая что собственно рекомендуется и что это значит и для чего вы это заполняете и что получите в итоге я в принципе могу выложить у меня выложено куда бы нам ее ну в общем как-то разослать участникам в принципе я думаю можно будет устроить где-то у нас были ну вот собственно беннинг вот я хотела показать я хотела показать но это самое функции кластеры ну здесь пользуясь кластеров потом желательно создать новое измерение в изоляции уже какой-то дрилдаун измерение составное детализированное то есть иерархию нескольких уровней ну или хотя бы двух так вязань в самом конце вот он например у вас есть какие-то территории есть точки произошедших каких-то преступлений и вы собственно можете их сопоставить так давайте как раз посмотрим да тут только указываете имя операции потом два набора данных первых отвечающие за точки и второй за региончики полиголы машин и получите третью новую таблицу в которой будет соответствие ID-точки и ID-регионов которые она входит так ну что у нас там загрузилось вот были созданы новые таблички кластер кластер associations биннинг где-то у нас тут 9000 видимо с лишним адресов и по ним вот собственно и строилось так перегружусь полистик ну вот эта карта уже как раз геоаналитика то есть где у нас собственно все объекты геоаналитические они у нас в пользовательских объектах как дополнительные расширения установлены да то есть если у вас кликсенс десктоп они у вас всегда в одном месте лежат а именно юзер с ваше имя там ник документ кликс экстеншен и вот здесь они среди экстеншенов вот собственно вот эти вот где они у нас все очень много экстеншенов но в общем все вот эти айдэви экстеншены так вот сначала выкладывается геоаналитическая карта геоаналитик мэп собственно здесь практически в ней ничего не делается если вы вас все устраивает по умолчанию к чему к карте которым вы подключаетесь к подложкам ну можете там влиять на управление на работу с этой карты есть вариант включения информации по отладке то есть поиск проблем с координатами бывает не приточки куда-то улетают или они с одним названием но в разных координатах бывает вы можете их отводить через как раз дебаггинг так то есть карту мы просто кладем а дальше вот как раз выбираем любой другой экстеншен интересующий нас для пининга мы берем area layer область и указываем как раз ей поле из нашей новой создавшей таблички для наших вот кто не я делала маленькие там по-моему сколько там было размер тысячи почему там тысячи было не не там ну в общем сколько там километров вот такие у меня получается области остальное у меня пустое то есть раскрасить можно разным цветом в зависимости от любого от любой меры и вывести собственно это значение вас интересует оно там как-то да достроек тут много сейчас мы не будем по ним проходить особенно так вот то есть здесь у меня как раз просто выведены точечки кружочечки по координатам адресов с мерой просрочено это вот это вторая а третья она у меня сейчас просто выключена это я делала хитмэп просто перенесла где у нас хитмэп вот он просто мы если его переносим нам просят единственное что добавить отрения то есть здесь что я там добавлял измерения собственно по каким точкам на что отображать да ну там я выбрал басточки точки наши геометрические которые у нас есть вот и теперь если пользователь уже работает не в режиме редактирования просто в режиме исследования он естественно может там что-то себе обвести и на карте например может отключить ненужную визуализацию просто нажав на интересующий слой сказать visible не надо мне а включить например хитмэп надеюсь его не очень видно из этих нам вот эти надо учиться вот у нас будет по количеству точек собственно настроен хитмэп то есть это уже просто пользователь сам играет нужно ли ему это или не нужно потому что слоев может быть очень много и собственно как ему удобнее воспринимать информацию он уже выбирает сам ну собственно наверное все на сегодня вопросы какие-то были у нас так идем сверху наверное где-то чат пока нет пока все а